Приветствую, коллеги! У нас сегодня с вами запланировано две встречи. И первая будет посвящена музею-заповеднику Коломенское. Это ежемесячная передача. Наша встреча и каждый месяц происходит, посвященная музею-заповеднику Коломенское. Ну а во второй передаче покатаемся на электричке от Белорусского вокзала до Сетуния по белорусскому направлению. Вот, в общем-то, нам уже понравились все эти прогулки. Видно, что они достаточно интересны. И можно из окна электрички, оказывается, увидеть много действительно всякого и разного, как меняется Москва. Ну вот сегодня мы тоже посмотрим разные районы Москвы на западе нашего города. Ну и посмотрим, что было, как говорится, что стало, как Москва постепенно меняется. К сожалению, в лучшую сторону, но уж что есть, то есть. Ну давайте все-таки начнем мы с Коломенского. И сегодня я предлагаю поговорить об улицах Коломенского. Ну мы уже говорили про улицы Царицыно, которые в настоящий момент фактически во многом стали такими больше умозрительными, нежели реально существующими. Ну может быть за исключение воздушной улицы, да и то, ну и еще улица Баженова. Да и то лишь отчасти, потому что тоже траектория, вид этих улиц, они сейчас уже не вполне соответствуют тому, что были раньше. Ну в целом, да, они тоже немножко поменялись уже после того, как в Царицыно прошла реконструкция в 90-е, 2000-е годы. Ну и в Коломенском примерно та же самая ситуация. То есть есть, вот мы когда с вами ходим по Коломенскому, то часто даже, в общем-то, и не знаем о том, что, ну, конечно, многие из нас знают, но не все даже, особенно те, кто вот, в общем-то, к нам заходит иногда, не постоянно участвует в наших встречах, даже не задумываются люди, которые приходят в Коломенское, да, что вообще-то на самом деле есть в Коломенском некоторые улицы, которые имеют название. Ну, то есть кажется, что просто, ну, какие-то обычные аллеи там парковые, да, ну, просто обычные какие-то дорожки прогулочные, да, и все. Ну, в общем, понятно, музей-заповедник, ну, какие здесь могут вообще улицы, какие здесь могут вообще быть названия тем более, да, ну, просто понятно, что заповедная территория. Ну, и вот проложили всякие там разные дорожки и так далее, вот, для людей, чтобы они гуляли, чтобы они смотрели там на музей, на разные постройки, вот, ходили на выставки и так далее, да. Но на самом деле это не совсем так. Вообще, конечно, отчасти есть в этом и правда, потому что действительно большинство дорожек, большинство разных улиц, проложенных по территории заповедника, они действительно безымянные, по которым мы ходим. И дело, что там с одной на другой их действительно довольно много и, в общем, скажем так, названий у них никаких нет. Просто обычные, скажем так, безымянные такие проезды, проходы скорее даже, проездов практически мало, но больше проходы по территории. Однако, все-таки есть несколько улиц, которые имеют и названия собственные. Причем, что тоже, опять же, интересно, что часть названий, они есть в московском классификаторе улиц, то есть они как бы официальные названия, потому что все названия, которые есть в общем московском классификаторе, это официальные названия. А есть, скажем так, названия, которые в большей степени такие, как бы, больше памятные, названия, которые, ну, в общем, скажем так, неофициальные. То есть они как бы есть, но официальные их как бы нет. То есть с точки зрения, как бы скажешь, допустим, там, ну, если так официально обратиться, то, по сути, такой улицы нету, да, вам скажут где-нибудь в правительстве Москвы, мы такую улицу не знаем. Но, по сути дела, она все-таки реально, все-таки в то же время она есть, она существует. Почему так произошло? Ну, в общем, примерно то же самое, что и в Царицыно, но тут ситуация, может быть, немножко другое, хотя, в принципе, конечно, многое есть и похожего. Значит, дело в том, что, ну, просто в Царицыно там еще прошла реконструкция, вот, в 92-тысячные годы, которой в Коломенском, в общем-то, не было, да, такой реконструкции, как в Царицыно. И поэтому там расположение улиц и в целом вообще, да, вся сетка, она во многом поменялась после того, как вот это прошла реконструкция Лужковская, вот, в 92-тысячные годы. И там, по сути дела, во многом все поменялось. То есть от того, что было до этого, там, конечно, что-то осталось, но не так много. Вот. Тогда всю территорию огородили, ну, и в целом там, конечно, проложили новые дорожки. И там, по сути, все эти улицы, они стали такими парковыми дорожками. Вот. А в Коломенском такой реконструкции не было, хотя, конечно, какие-то работы проводились там, естественно, да, но в большей степени они такие вот по разным объектам, да, а такую вот именно дорожную сеть, тропиночную, здесь, в общем-то, мало трогали. Вот. Но здесь все в многом было связано с тем, что исчезли те села, деревни, которые находились на территории вот этого музея-заповедника. А все дело в том, что здесь когда-то вот на территории вот этого вот музея-заповедника Коломенска, который сейчас для нас фактически является единой территорией, когда-то находилось, ну, скажем так, два села и, в общем, деревня, да. То есть это было, собственно, село Коломенское, село Коломенское, оно находилось вот здесь, да, это вот Коломенское было. Далее здесь также находилось еще село Дьяково. Дьяково находилось вот здесь вот. Вот. И ориентир – это вот как раз Притеченская церковь, церковь Узикновения главы Иоанна Притеча. Вот эта вот церковь – это ориентир. Вот здесь находилось село Дьяково. Вот. Ну, и сады тоже, то есть оно довольно такую большую территорию. Здесь Коломенское, а вот здесь вот на этой территории находилась еще деревня Садовая Слобода. Или, как еще ее называли, сейчас называют часто Садовники. Вот. То есть, вот было два села, а еще одна деревня. Ну, сейчас она как бы разделена на две части бывшей территории деревни проспекта Модропова. Но дело в том, что когда-то же этого проспекта не было. И здесь, в общем, была такая единая территория. И здесь находилась вот эта деревня Садовая Слобода. И на память они еще, кстати, улицы Садовники. Это вот как раз та самая Садовая Слобода. То есть, она вот здесь вот находится вне пределов музея-заповедника Коломенской. Еще на территории самого музея-заповедника находится улица Садовая Слобода. Вот видите как. Вот. В память вот об этой деревне. Итак, было два села и одна деревня. И в этих селах, и, соответственно, в Коломенском, в Дьякове и в Садовой Слободе были, конечно, разные улицы. Вот. Которые, естественно, имели какие-то названия. Но это и понятно. Потому что на этих улицах находились деревянные дома. Опять же, сейчас этих домов практически нет. А то в Коломенском, ну, практически вообще не сохранилось, да, домов. Да. Не практически, а по сути вообще там единственная усадьба Гробовых, она сохранилась. Но это все-таки усадьба, она скорее все-таки, она, ну, слабо так демонстрирует именно быт крестьян. Вот. Это все-таки такая больше помеческая усадьба. Ну, хотя Гробовы, конечно, тоже были крестьянами зажиточными. Вот. Ну, больше она так напоминает. Ну, можно сказать, да, вот усадьба Гробовых, наверное, может, такое единственное, что сохранилось. И то она довольно сильно тоже перестроена, переконструирована. Вот. Ну, все-таки, да. А вот это все там усадьба Кузнеца, там усадьба Крестьянина, это все новоделы. Новоделы, и я уже говорил об этом, когда говорил про эти усадьбы. Но, естественно, новоделы на основе именно тех, ну, домов, да, тех, вот, скажем так, макетов, фотографий домов, которые когда-то были в Коломенском. Так что это новоделы. То есть здесь домов фактически не сохранилось. А в Садово-Слободе вообще ничего не сохранилось, ни одного дома. А вот в Дяковье, кстати, единственное, здесь сохранилось несколько деревянных домов. Ну, правда, вот на этих вот улицах, здесь как раз когда идешь, вот, особенно и по первой улице Дяково, городище по второй. Но там сложно сказать, насколько они аутентичны тем домам, которые были вот еще, ну, скажем так, до 60-го года. То есть тогда, когда эта территория вошла в состав Москвы. То есть вот это музей-споедник Коломенск, вот эта вся территория, она вошла в состав Москвы в 60-м году. То есть до 60-го года здесь было Подмосковье. И, соответственно, были вот эти самые как раз два села и деревни Садово-Слобода. Вот. То есть здесь фактически текла такая сельская жизнь. Было еще и колхоз находился, да, советский, вот, огородный гигант. Ну, здесь тоже на берегу Москвы-реки, по сути, в Коломенском. Ну, он занимал большую территорию, Дяково-Коломенская. Ну, в большей степени, конечно, Коломенская. Вот. Ну, вот. И в 60-м году, в 60-е, 80-е годы, соответственно, все эти дома постепенно стали сносить. Да, ну, как территория вошла в состав Москвы, все эти дома снесли. Но все-таки несколько домов вот именно в Дякове сохранилось деревянных. Их там буквально всего 3-4 дома, но они действительно реально есть. И по виду, ну, такое впечатление, что, по крайней мере, хотя бы там один-два дома точно еще тех, которые когда-то вот были на счет, так сказать, ну, скажем так, домосковских домов. То есть, еще были, ну, те вот подмосковные дома до вхождения в состав Москвы. Вот. По крайней мере, так вот кажется. Ну, опять же, это все может показаться, потому что, естественно, дома могли вполне еще перестроить довольно сильно или даже в каком-то смысле заново построить. Кстати, дома обитаемые вполне, в них люди живут. Я, правда, не знаю, кто там живет, но вот кто-то живет. Вот. Ну, а когда-то было уже не так. Когда-то домов было намного больше. То есть, тут все вот было сплошные деревянные дома. Вот вся вот эта вот там, где мы сейчас ходим по территории музея-заповедника и видим всякие там музейные объекты или там всякие сады там или всякие там ярмарки меда, аттракционы, кафешный городок там, всякие там разные киоски и так далее. Это просто открытые пространства там в виде поля там и еще что-нибудь, каких-нибудь таких обычных газонов там и так далее. Так вот, когда-то это все было застроено деревянными домами. Ну, практически все пространство. То есть, была старая застройка. И были улицы, проходили, соответственно, вот и в Коломенском, и в Дикове, и в Садовой Слободе. Значит, ну, улицы эти, очень сложно о них говорить, потому что не так много информации сохранилось, сколько было точно улиц конкретно, да. И, в общем-то, скажем так, когда они конкретно возникли. Но ясно одно, что в 18 веке, вот в 18 веке, значит, в селе Коломенское было по крайней мере 4 улицы. Вот это точно. Известно, что хотя бы 4 улицы в Коломенском было. Причем, одна была безымянная. Она как-то вот шла ближе к Москве-реке вот здесь. Здесь, ну, где-то вот, например, в этом районе, ну, точно, она вообще не имела никакого названия. А еще были улицы, которые имели название. Вот это, соответственно, улица Нижняя, которая, кстати, сохранилась до сих пор. Вот она, Нижняя улица. Это еще сохранилось, по крайней мере, с 18 века. Но, возможно, она даже и в 17 веке уже была. Но в 18 точно была. И вот она как раз до нас дошла. Нижняя улица. Значит, почему она так называлась, ну, сказать сложно, да. То есть, такое название не очень понятное. Но, ну, была еще, кстати, Средняя улица. Она до нас не дошла. Она где-то вот здесь, например, проходила. Вот между Большой и вот как раз Нижней. Вот. Ну, где-то здесь. Средняя улица. Ну, причем, а, кстати, Верхней улицы не было. То есть, была, ну, может, когда-то и была. Но вот, по крайней мере, об этом как-то сложно найти. Средняя. То есть, вот Нижняя и Средняя была, да, Нижняя. Ну, может быть, потому что она как бы была внизу. Потому что тут идет все-таки спуск к Москве-реке. И она как бы была вот внизу в плане, так сказать, именно вот по отношению к Москве-реке. То есть, она как бы спускалась вниз туда. Внизу этого села Коломенское была. Может быть, и поэтому. Ну, как бы одно из таких предположений. Кстати, вот Нижняя улица, она как бы неофициальное такое название. То есть, она как бы... Ее в московском классификаторе улиц нет. Потому что у нас в Москве есть еще Нижняя улица, официальное название. Она находится в районе Белорусского вокзала. Там есть, кстати, и Верхняя улица, и Нижняя. Вот они как раз вот прям рядом с железной дорогой находятся. Нижняя как раз вот находится параллельно прям железнодорожным путям проходит. Вот. Прямо около Белорусского вокзала. Там идет пути, платформа, там еще депо вот это есть. Она тупиковая. Вот. А Верхняя, она от нее отходит туда дальше немножко наверху. В сторону бывшей фабрики Большевик туда вот идет. Вот. Ну, короче, вот так вот. То есть, это Нижняя улица. Она еще с 18 века была. Средняя фактически не сохранилась уже. Вот. Ну, вы ее можете видеть, да, вот там, где, в принципе, чтобы здесь показать, не знаю, сейчас получится. Просто зависает немножко картинка. Вот. Ну, это там, где вот эта ярмарка меда. Вот что-то там, где вот деревянная коломенская. Ну, сейчас посмотрим, да, может и получится показать. Так. Что-то. Ага. Вот. Ну, хорошо. Ну, вот это вот, да. То есть, ну, тут, правда, за деревьями не видно. Может быть, без деревьев. Ну, тоже деревья. Ну, вот она, церковь, да. То есть, вот это, в принципе, площадка. Вот здесь, видите, поле. Новые, так называемые, новые сады. Вот здесь вот ярмарка меда устраивается. Тут улица Новинки. Она ближе к улице Новинки. Вот там, видите, дома вот и впереди идут. И вот это просто обычная такая прогулочная, такая дорожка. Казалось бы, да. Ну, просто люди ходят, гуляют, ни о чем не думают. Как что, имеет какое-то название эта улица. Вот. Ну, а вот она, оказывается, имеет название. Это улица Нижняя. Вот сюда она идёт, ну, фактически, до Казанского сада. Вот если так сказать. То есть, идёт где-то от ярмарки меда до Казанского сада. Или от деревянных вот этих построек, которые вот находятся вот так, от церкви Георгия Победоноса, вот сюда, до Казанского сада, около церкви Казанской Божьей Мати. Ну, вот можно сказать так. Вот. Вот это вот Нижняя улица. Вот она, да. Вот. Значит. Так что, эта улица раньше существовала. Ещё была, говорю, безымянная улица. Да, её, в принципе, в общем-то, как бы... Она где-то тут, тоже тут ближе к Нижней была, ближе к Москве реке сюда вот. Где-то она тут вот спускалась. Также ещё, вот тоже в XVIII веке была ещё, как бы, улица Поповская Слобода называлась. Она тоже примыкала к Нижней, но сюда вот ближе к церквям она находилась. И была специально Поповская Слобода. То есть, была Садовая Слобода, была ещё Поповская Слобода, ещё Штатная Слобода. Ну, и Поповская, понятно, потому что в ней жили священники, которые служили вот в этих церквях. Казанской, Вознесенской. Вот. Ну, здесь нет. Скорее, вот это Казанская, Вознесенская. Ну, ещё там Георгий Победоносов, церковь есть. Вот этих церквей. Ну, в основном, Казанская и Вознесенская преимущественно. Вот там они жили. Здесь неподалёку тоже улица. Ну, сейчас её тоже нет, этой улицы. Ну, и Садовая, в общем-то, вот такие вот... Ещё улица была Садовая Слобода, тоже вот, соответственно, здесь вот. Ну, то есть, в принципе, потом уже тоже возникла Большая улица. Вот эта. Тоже 18 век. Вот. Причём, она возникла позже, Нижняя улица, вот эта. Ну, вот эту улицу практически все знают, да, Большая улица. Она, кстати, имеет собственное название, в Московской квалификаторе она есть. Сейчас, видите, её выложили плиткой. Ну, когда-то был асфальт. А вообще, мастили в основном булыжником улицы разные, да. Ну, здесь вот много чего находится. И усадьба Гробовых, и всякие, как раз, и усадьба Кузнеца, и Крестьянина. Вот эта бывшая тоже земская школа, так называемая, тоже новая, так сказать, новодел, да. Ну, по сути дела, тут здесь задние ворота. И улицу эту проложили. Она действительно большая. Это самая главная улица. Она и была раньше в Коломенском. Самая главная, вот как только её проложили. Ну, и сейчас это действительно тоже самая главная улица на территории музея-заповедника Коломенска. Её прокладка, она связана была с тем, что, так сказать, это стала главная подъездная дорога на территорию, как раз, вот, собственно говоря, села Коломенского. Ну, там, так, со стороны Москвы и Царицына. Вот. Ну, то есть, вот, как бы, главный такой въезд стал именно через задние ворота, да, на центральную часть тоже музея-усадьбы как раз. Потому что раньше был, я тоже говорил об этом, раньше главный въезд был не отсюда, не от задних ворот. Вот эта большая улица как раз, видите, идёт. Вот. И раньше был, вот, главный въезд, он от передних ворот, то есть, те, которые находятся ближе к Москве-реке. Там был мост через Москва-реку, въезжали, центральный въезд был в Коломенской, вот, в Царскую резиденцию, где жили цари, именно со стороны Москвы-реки. Ну, а потом сделали уже центральный въезд, вот, собственно говоря, отсюда, да, вот, как мы сейчас обычно входим, именно через задние ворота, то есть, вот, с проспекта Андропа, от метро Коломенской, здесь вот, идёт, ну, вот, это Казанские сады тоже здесь находятся. В том числе, на Большой улице выходят, как раз они здесь заканчиваются. Ну, и вот эти как раз задние ворота. Вот тогда, вот, в последний третий, 18 век, эту улицу как раз здесь и проложили, когда главный въезд стал, вот, в центральную часть Коломенской, именно вот отсюда, через вот эти вот задние спаские ворота. Вот. Ну, и дальше, вот, как бы, вот здесь вот эта большая улица сейчас заканчивается. Вот. А дальше, вот этот отрезок, дальше, вот отсюда и туда, до проспекта Андропа, называется Штатная улица. Штатная. То есть, вот это вот, видите, здесь она тоже указана, Штатная улица. То есть, она отсюда идёт, да, вот, отъезда, собственно, от задних ворот, да, по сути, и вот как раз до, значит, Проспекта Андропова. Ну, потому что здесь была Штатная Слобода, вот, находилась, и в памяти о ней как раз вот это название есть. Хотя, в общем, Московск классификаторе Штатной улицы нет. Есть только Большая улица, а Штатной нет. Ну, а так она фактически здесь отмечена. И, в принципе, она и раньше тоже была. Почему отникла Штатная Слобода, сказать сложно. Ну, может быть, там были какие-то штаты разных людей, то есть, как бы, там жили люди, которые, ну, скажем так, как бы, в виде обслуги. Обслуги обслуживал, который царский двор. То есть, здесь находилась царская резиденция, Алексей Михайлович, прежде всего, конечно, царя. Ну, и вот, наверное, жили какие-то люди, которые вот эти, типа приказчиков всяких, да, которые вот эту, собственно говоря, ну, царя обслуживали, да, скажем так, вот, типа, как бы его свиты, может быть, даже, ну, может, не ближние свиты, а все-таки они, ближние-то жила непосредственно здесь, а какие-то другие. Ну, и они как бы были штаты, то есть, они как бы были закреплены в каком-то штатном расписании, как сейчас говорят, да, то есть, какие-то вот такие были. Вот. Так что, вот еще вам одна улица, да, ну, и также, то есть, вот такие улицы. Ну, кроме того, также в Коломенском были еще и другие улицы, которые позже возникли. Главные были Большая Нижняя улица, да, то есть, вот эта и вот эта, я их показал, да, вот, они сохранились и сейчас. Ну, кроме них, также Средняя улица ее, фактически, между ними, да, вот, параллельно, ну, что-то типа, как раз вот там, где сейчас Ярмарка Меда проводится, здесь была Средняя улица, вот, но она фактически, ну, можно сказать, не сохранилась, хотя, в принципе, ну, вот эту улицу можно в каком-то смысле назвать средней. Ну, были еще и другие улицы, ну, в частности, есть вот улица Жужа, вот, улица Жужа, она сохранилась, вот, и мы по ней очень часто ходим, вот, собственно говоря, эта улица, она начинается, она вот Большой улица сейчас, ну, почти рядом с улицей Новинки, почти от КПП. Вот, когда заходишь на КПП, здесь вот, да, только со стороны улицы Новинки, вот, вот она КПП, и тут же прямо вот начинается улица Жужа, вот она. Все, прям сразу зашел с улицы Новинки отсюда и прям сразу же попал на улицу Жужа. Идет она прямо до Москва-реки, вдоль открытого участка реки Жужа, ну, сначала закрытого, а потом открытого. Здесь вот, там, в стороне идет от нее нижняя, вот здесь отходит улица, как раз, которую мы только что смотрели, тут сады продолжаются. И дальше вот она идет, 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 и дальше как раз вот мимо открытого участка речки Жужа, там мельница на этой речке, вот она здесь уже появляется из трубы, эта речка, мы ее тоже говорил об этой мельнице, об этой речке говорил, рассказывал. Вот, и здесь вот дальше она идет прямо до Москва-реки, до причала, до причала, вот здесь причал, и здесь практически эта улица заканчивается. Все, вот он причал Москвы-реки, вот она доходится, здесь Жужа как раз впадает в Москва-реку, и, соответственно, все здесь дальше вот эта улица заканчивается. Правда, она ее сейчас продлевает почему-то прямо туда чуть ли не до Москва-речи, но это, конечно, неправильно, это там уже просто обычная набережная идет за вот этим причалом. Вот причал, все, здесь улица Жужа, вот она заканчивается, все. А дальше там уже просто идет набережная, туда дальше, прямо до Москва-речи. Ну, Жужа понятно, по речке Жужа, а почему речка Жужа, этого не знает никто. Ну, может быть, что-то связано с Жижей какой-то, может, какая-то трансформация пошла, какая-то такая грязная речка, ну, трудно сказать, может, просто какой-то такой. Ну, нет, ну, наверное, какое-то название, конечно, есть, толкование этого, но сейчас оно как-то потеряно. Вот, так что есть еще улица Жужа. Но, вообще-то, были еще и другие улицы в Коломенском раньше. Это улица Вражная была улица, улица Дмитровка, еще называли ее Краснослободская улица, Новослободская улица. Была улица, которая называлась Переулок, вот, еще была улица Песочный карьер, еще ее называли Песчаный карьер. Вот, ну, вот видите, такие вот улицы были, это именно раньше. То есть, из вот всех улиц, но сейчас их уже вообще от них следа не осталось никакого. То есть, из всех улиц, да, около десятка-десяти улиц было раньше в Коломенском, на которых здесь стояли деревянные дома, сохранилось только вот у нас, ну, фактически три улицы. Три улицы, да, то есть, это Нижняя улица, да, это Большая, конечно же, улица, Большая, Нижняя и Штатная. Итак, Штатная, Большая и Нижняя. Это вот сохранились из всех улиц вот именно села Коломенская. Теперь давайте посмотрим, а что касается Садовой Слободы. Или Садовники, я еще говорю. Раньше в ней были три улицы, вот, когда-то еще тоже, 18-19 век. Вот, одна тоже была Большая, Нижняя и Верхняя. Вот, то есть, дублирование названий, но это были разные села. То есть, была Большая улица в Коломенском, была Большая улица в Садовниках. Была Нижняя улица в Коломенском, была Нижняя улица в Садовниках. То есть, это были разные улицы, потому что были разные, это село Коломенское, это деревня Садовая Слобода, или Садовники. Так вот, в этом деревне были свои, нижняя и большая улицы. А еще была верхняя улица, было три улицы. Но до нас ни одна из них не сохранилась. Ну, зато на память, так сказать, о когда-то существовавшей деревне, во многом искусственно назвали, ну, от улицы Садовники, я уже говорил. А еще здесь, непосредственно территорию музея-заповедника, находится улица Садовая Слобода. Да, она совсем маленькая, и отходит она, вот здесь она, видите, указана, отходит она, ну, так вот, можно сказать, фактически, почти от большой, но не совсем. Ну, вот здесь она буквально идет, да, и по сути тупиковая. То есть, единственное, что на ней есть, это вот конюшенный двор, или конюшня, да, вот она эта улица. И, в общем-то, все, что можно на ней увидеть, это вот как раз, собственно говоря, вот если будете в конюшне, да, я уже не рассказывал об этой вот такой, как бы, усадьбе, которая раньше была, да, то вы, естественно, пройдете по этой улице, ну, либо проедете, здесь экскурсию устраиваются, здесь сюда можно попасть только с экскурсии. Ну, к сожалению, здесь зависает постоянно, поэтому сложно. Ну, видите, ну, все, тупик, да, вот эта улица, вот эта Садовая Слобода, вот она фактически уперлась. Знаете, вот, видите, все поля лошадины для тренировки, для выездки и так далее. И вот этот конюшный двор. И вот она, собственно, вот эта вот улица как раз здесь вдоль конюшного двора идет. А начинается она вот, собственно, отсюда. Да. Все. И вот дальше вот пошла эта улица. Вот туда прямо непосредственно, как фактически можно назвать, как дорога, ведущая к конюшному двору. И дальше идет она вот от КПП. Ну, тут вот видите, проспект Андропова. Вот. И здесь вот, в принципе, одно из КПП. Начинается от одного из КПП. И дальше идет, соответственно, вот сюда, вот к конюшному двору. Вот туда она идет. Вот. И, кстати, видите, покрытие оно отличается. То есть, это громинное покрытие. Гранитная крошка такая, да. И вот тут асфальтированная. Ну, здесь вот начинается такое покрытие. И здесь вот она идет. Вот. Ну, это такая фактически искусственная улица. Раньше ее не было. Просто вот так решили назвать в память о той деревне, которая здесь вот находилась в этой местности. Я уже говорил, находилась. Она довольно большую территорию занимала. Вот это все здесь была вот деревня Садового Слобода. И названа она так была, потому что здесь, собственно говоря, жили садовники. Причем садовники не простые, а царские, которые обслужили царский двор. Ну, здесь были сады, но и не были. Они остаются. Вот Вознесенский сад, Казанский сад. Я их уже показывал тоже. Мы по ним гуляли, смотрели их. Вот. И вот тоже росло в этих садах много всяких разных фруктовых деревьев. Вот они обслуживали эти садовники, эти сады. И поэтому, соответственно, Садового Слобода. Тут все более-менее понятно. Ну, и еще, соответственно, вот. А было три улицы. Еще раз повторюсь, это непосредственно в этой деревне Садового Слобода. Это большая, нижняя и верхняя. Но они не сохранились. Ну, а в память вот об этой, вот, соответственно, бывшей деревне Садового Слобода, которая в 60-м году тоже была в Москве, вот решили одну такую из небольших таких маленьких, даже не столько улиц, сколько таких прогулочных, как бы, дорожек, да, назвать вот улицу Садового Слобода. Ну, и, наконец, село Дьяково. В Дьякове было тоже несколько улиц. Но до нас дошли только две улицы. Вот, ну, можно сказать, такие главные улицы. Ну, и, конечно же, самые главные, это первая и вторая улицы Дьяково-Городище. Вот они. Эти улицы идут практически параллельно друг другу. Одна большая улица, это первая улица Дьяково-Городище, а вторая, вот это вторая улица Дьяково-Городище. Вот. И находятся они, здесь как раз находилось село Дьяково и ближе к метро Каширское уже. То есть, если те ближе к метро Коломенское находились, там, где и село Коломенское, то эти уже ближе к метро Каширское. Ну, и первую улицу вы, многие, конечно, хорошо знают, потому что те, кто был в церкви, вот, усекновение главы Анапретичи на Москварике. И эта улица, она идёт, ну, фактически от Каширского шоссе, вот, тоже от КПП, от НОВС КПП. И непосредственно она тупиковая тоже доводит вот до этой церкви. То есть, прямо до входа вот в эту вот церковь. И здесь она, собственно, заканчивается. Всё, вот эта церковь, вход, да, так, это уже немножечко мы прошли. Ну, по сути дела, она так, заканчивается у входа. Вот он, вход, да, через такую небольшую, как барку входную, вот он. Так, немножко тормозит сейчас. Так. Ну, вот, короче, да, то есть, до окончания до входа на церковную территорию. Всё, зашли, вот, всё. А дальше тут уже всё, только вот. Ну, по сути, там можно её и дальше продолжать, как бы, да, то есть, зашли вот на территорию, и, соответственно, уже это, как бы, заканчивается. А вокруг, видите, здесь вот сохранились и жилые дома. Ну, тут, к сожалению, очень сильно зависает карта, трудно показывать. Но там дальше есть несколько деревянных домов. Ну, сейчас, наверное, не удастся их показать, в силу того, что тут времени тоже нет уж, особенно сильно ждать, пока там она отвиснет, эта карта. Вот. Но там вот, на этой улице, хранилось вот несколько домов, да, деревянных домов, вот, в которых до сих пор живут люди. Вот. Ну, и вот эти вот улицы, кстати, они интересно называются, вот, дикового городища, а всё дело в том, что, собственно, ну, видите, вот, экскурсии, тут красивые виды на Москварику идут, очень, действительно, такие хорошие территории. И вот там, как раз вот за этим вот деревцами есть и деревянные домики. Ну, вот они, да, домики. Так. Ну, что ж так сильно. Вот, видите, оградка идёт, ну, прям как вот сельская местность. Вот они, домики. На вот этой первой улице сохранились. Да. Ну, вот. Вот эти, видите, домики. Ну, я не знаю, вот они, опять же, аутентичные тем, которые были ещё в домосковское время, либо они уже современные какие-то. Ну, короче, вот эти домики, они есть. И, вообще-то, сначала эти улицы не называли. Вот, видите, один, второй, там, два домика. Ещё, по-моему, не то два, не то три. И ещё на второй улице тоже два или три домика. Ну, было несколько улиц. И, вообще, когда-то эти, соответственно, вот эта улица, она называлась просто Дьяковская. То есть, не первая улица Дьякова, городящая, такое диковинное название. Вот. Эти названия, оно, в общем-то, ну, скажем так, оно, так сказать, так стало называться в 1966 году. Вот, в 1966 году, вот эти вот улицы, первая и вторая, получили название, первая и вторая улица Дьякова, городящая, в 1966 году. До 1966 года вот эта улица называлась просто Дьяковская. Просто Дьяковская. Ну, потому и здесь вот было полно вот и там, и тут были деревянные дома. Это была главная улица села Дьякова. Ну, и, соответственно, церковь на ней находится, так что понятно. Вот. Потом она какое-то время с 1930-х до 1966 года называлась Москворецкая. То есть, сначала Дьяковская, а потом Москворецкая. Ну, потому что, соответственно, там Москворека протекает, она как бы над Москвой рекой протекает, на высоком берегу находится Москва реки. Поэтому Москворецкая. Вот. Ну, а, соответственно, еще рядом находилась Каширская улица, перпендикулярно к ней еще называли ее Каширка. Вот. Ну, соответственно, она уже не сохранилась. Тут вот сады на ее месте растут, когда-то она там проходила Каширская. Ну, понятно, потому что вела на Каширское шоссе или на Старую Каширскую дорогу, потому что раньше шоссе, конечно, такого не было, а была просто Каширская дорога. Вот. Ну, и вторая улица, она идет вот отсюда. Да. То есть, ее, конечно, она куда менее известна. Потому что это еще известно по церкви, потому что церкви многие были. Ну, а идет она фактически вот из тупика, да. То есть, по сути, просто такая как бы лесная дорожка идет, видите, грунтовая. Она еще почему-то менее известна, потому что так дорога, она такая асфальтированная, она довольно крупная. А это идет, по сути дела, просто из тупичка. Вот такого вот, да. И, в общем, видите, в таком она состоянии находится. То есть, просто такая земляная, как бы, земляное покрытие. Вот земляное покрытие. Вот так вот она идет. Вот это, между прочим, улица, которая имеет название. Да, и вот есть тоже на ней вот такие вот как бы два строения. Вот одно, второе деревянное. Но это явно перестроено, уже видно даже, что два домика такие, тоже обитаемые. Говорят, мигранты вроде в них живут. Ну, не знаю, точно сказать не могу, как бы здесь не поручусь, конечно, за точность. Но два вот строения тоже есть. Ну, возможно, тоже здесь вот на месте старых домов. Может, даже что-то еще от старых домов осталось. Вот эта вторая улица, которая идет вот мимо дворца Алексея Михайловича. И она конкретно вот ведет к метро Каширская. То есть вот к подземному переходу, и через который можно перейти в проспект Андропова и выйти непосредственно вот к метро Каширская. Вот, так что вот дикого понятно. А почему городище? Потому что, соответственно, здесь рядом вот находилось действительно городище. Очень старое еще, так сказать, до нашей эры оно возникло и существовало, ну, как считают ученые, вот здесь оно находилось, вот на этой территории. Прямо на Москве реке оно находилось, вот на этой территории. Там во вражеской местности, между Москвой рекой, там оврагами и так далее. Ну, тут ближе к этим улицам. Не непосредственно там, где эти улицы проходят, не здесь. А оно находилось вот здесь. Вот здесь оно находилось, и там провели раскопки еще в 19 веке, и в начале 20 веков Синицын там, он уже установил, как бы, точный быт, да, в общем-то, это, так сказать, поселение людей, да. И до 5 века, по ручству Христову, или, как говорят, нашей эры, да, оно существовало. Здесь жили финно-угорские племена, ну, балтийские племена, еще не славянские, а именно, вот, балтийские племена. Вот, которые когда-то, вот, тоже жили как раз именно на территории Москвы. То есть, на территории Москвы жили не славяне, а прежде всего сначала финно-угорские племена, это же славяне уже потом пришли. Славяне жили намного южнее, преимущественно, славянские племена. Ну, вот, и, соответственно, восточные славяне, там, южные славяне и так далее. Ну, здесь, соответственно, вот они здесь, у них было такое укрепление, да, на Москве реке специально рвы такие были, стены крепостные, ну, и все такое. у них были посуда. Ну, в общем, можете прочитать, там целая такая дьяковская культура называется, дьяковское городище. Вот. И там вот поэтому так это и назвали. Соответственно, эти улицы. Уже в 60-е годы, в 66-м году. Вот. Ну, и сейчас они проходят, оказались на территории уже не села Дьякова, а музей-забоведника Коломенского. Вот такие вот улицы существуют на территории музея-забоведника Коломенского. То есть, получается, что всего в настоящее время этих таких улиц, ну, получается 3, 4, 5, 6, 7 улиц. 7 улиц сохранилось на территории музея-забоведника Коломенского. Так что вот когда будем гулять, то и будем иметь в виду, что когда-то здесь находились не поля такие и разные киоски сувенирные, да, и аттракционы, и все такое, прочее. Вот. И разные плитки, и велодорожки, и т.д. и т.п. А находились деревянные дома, и шла такая размеренная сельская жизнь на берегу Москва-реки. И люди вели свое хозяйство, было много садов, часть которого сохранилась, но уже, конечно, тоже несколько урбанизированная. Вот. Но когда-то здесь была такая вполне себе подмосковная мерная жизнь. Вот. Ну, а от этой жизни остались от нас уже только во многом названия этих улиц, которые иногда кажутся довольно такими диковинными, странными даже, ну и не вполне даже сейчас соответствующими действительности. Да. Ну, это, ну и мы будем ведь не забывать, что это, естественно, это исторические названия. А мы находимся на территории музея-заповедника Коломенска. То есть, это именно музей-заповедник. То есть, это территория, где действительно сохраняется былое, сохраняется старое. Вот. А вовсе не строятся там новые человейники или там какие-нибудь разные урбанистические строения, слава богу, которые и так вот полно находятся в окрестностях. Вот. Вот.